всех приветствую катушкам волжанка лидер по которым довольно много вопросов я вернусь чуть позже а сейчас как всегда небольшое риск отступления вот после моих последних двух роликов про салапина читаю некоторые комменты и как всегда охраневаю да то ли вот мой русский слабый то ли люди не понимают о чем я говорю либо видит то что хотят видеть как в свое время да с виталием колгановым произошло когда я рассказал что вернее не я девушка в магазине рассказала что прикормки дунаев стали хуже по качеству стали хуже продаваться а он не пишет что якобы я сказал что они говно и не продаются вот то же самое здесь все что я хотел рассказать это то что по моему мнению господине салапине коммерсант перевесил рыболову все больше ничего его право на сайте у себя пропускать какие-то роль какие-то не пропускать его полное право я прекрасно понимаю и рассказал что до этого удивлялся что некоторые роликам пропускал ну вот не пропустил о чем рассказал да то есть я на своем канале сам выбираю о чем не рассказывать о чем считаю нужным о том рассказывать я же тот думать что я сейчас начну обидевшись мстить салапину ребят я не девочка плаксивая да никакой обиды нет ну что бизнес есть бизнес а я за бюджетный фидер все что на эту тему читаем все рассказывать да и претензий меня к нему нет о чем всегда говорил и в этих роликах рассказал ну рекламе пусть рекламе форма подачи абсолютно меня не вызывает никакого отторжения ради бога но разошлись наши пути дорожки ничего страшного тут кстати нарвался на видеоканал рыболовные технологии с андреем думчим по моему и вот серия что-то там уловистые составы что ли но вот третью часть открыл посмотрел андрей викторович приконка пеликан естественно да он их продвигает он рецептуру придумывает дипы пеликан естественно то есть ну чё человек показал прикорм какой ловит показал улов в роли коротенький чисто рекламной направленности ну что дело резюме он там сказал что правильный выбор места и правильный выбор прикормки насчет места согласен сто процентов насчет прикормки но ребят если я нашел рыбу где она стоит ежели я решил если такие проблемы были с фиксацией с реализацией ребят я замечательно ловлю и самопалом главное знать что для чего класть для каких условий для какой рыбы грамотно подать этот самый эту самую прикормку на дно и будет вам счастье рыбацкое ну что мне это не интересно данный ролик я смотреть дальше не буду вот и все чем лежать снимать на тему ролики что далее какой-то чел прям с какой-то злобой да как будто я его маму обидел что-то мне понаписал и потом припомнил оппонента да но старые подписчики знают о ком речь новым но кто не знает ребята простите фамилию называть не буду есть шагом договоренность так вот он написал что жалко тебя оппонент не проучил ребята каком про учение может идти речь вопрос решили полюбовно с обеих сторон эта история меня научила некоторым вещам по нашим законам если вы от явленного негодяя назвали негодяем и он подал на вас в суд за оскорбление личность то штрафик вам обеспечен поэтому если какие-то ролики подобного плана я буду снимать то все то же самое только не открытым текстом до обтекаемая форма будет иметь смысл все поймут у кого голова есть да а в плане каких-то претензий с точки зрения закона комар носа не поточит так что андрейка небзлявый андрейка обучаемый андрейка осторожный и так далее вот собственно говоря то тему господина салапина хотелось бы на этом и закрыть далее вчера когда рассказывал про ручку подсадчика волжанка теле вот набрал с весом четырехметровый палкин там не 280 грамм а по моему 340 мы все равно за такие деньги я считаю что очень достойный вариант чтобы не было никакого сомнений даже я там рекламу какую-то волжанки делаю ну я не так давно рассказывал про ручку собанеев мастер то еще легче но и подороже да и нужна ли например начинающим такая изящная ручка подсадчика я не знаю ежели какие-то другие варианты кто-то знает вы напишите в комментариях люди прочитают я расскажу если такие варианты есть не вопрос реально да вчера поехал присмотреться повнимательней к волжанке оптима дело в том что лёха не разъяснил что он имеет ввиду по поводу кривизны колец то есть когда вы смотрите ну собрали удилище на и как положено там по кольцам смотрят этого косяка не видно а вот если посмотреть на удилище сверху внимательно то но вот на палке три кольца как минимум я нашел небольшая несоосность то есть вот грубо говоря да вот кольцо и вот этот фигня начала держится да и как бы вот она чуть-чуть вот так вот ну я покажу посильнее на самом деле там буквально чуть-чуть то есть но вряд ли это на что-то сильное влияет да но вот если уж придираться по полной да то вот как минимум три колечки таких вот с небольшой несоосности нашел потряс палочку волжанка мастер длине 38 и тестом 60 плюс ну мне показалось что построю в принципе то же самое что и волжанка оптим в длине 3д надо посмотреть цену может быть вместо оптимы я пригляжусь к этой вот волжанке мастер опять же продавец нам дедушка очень честный и вот он сказал что вот именно эта партия волжанка мастер какие-то проблемы там вот это место стыковки 1 2 колена вот вот это вот само крепление там клей хреновый бывает вылетает но вот он говорит это от партии зависит далее он мне рассказал что будет небольшое увеличение цен в ближайшее время волжанке насколько нам насколько будет дороже он не сказал и вот пока мы с ним беседовали не знаю сколько ему лет рыбачит он с 52 года для сравнения в этом году родился бывший спортсмен чемпиону россии по мормышки чемпион россии по по половку фидером ловит но вот повторюсь да впервые за последнее время я больше слушал чем говорил на тему рыбалки вот пришел мужик ему нужно было он спросил удочку ему нужно подвесить камеру где-то на высоте 3 метра да и чтобы держалась это сидел не колбасила я мужику посоветовал зачем тебе удочка посмотри ручку от подсадчика и вот дедушка ему предложил я посмотрел одну с виду так палочка вы ручка изящная вот и повторюсь процентом спрашивать даже не стал потому что знает цену на волжанка проспорт по моему вот я думаю что это ручка стоит дорого когда цену услышал тут же до взял руки посмотрел легкая ручка зашли посмотрели в каталоге вот трехметровый 240 грамм и если уж кому-то интересно в дополнение к этой ручке дедушка посоветовал купить голову волжанка проспорт она в двух размерах вот он предложил купить какую побольше стоит она 800 чем-то рублей уже сделано это обод из какого-то материала чтобы она плавала ну вот может быть кому-то и эта информация да будет полезна то есть двушка ручка трехметровая и голова сколько там две с копейками вот легкая ручка вернее легкий подсадчик у вас есть вот так вот далее что касаемо самой вот этой вот катушки волжанка лидера про который повторюсь много вопросов когда я увидел на витрине взял покрутил мои ощущения какие корпус пласт пластмассовой не знаю насколько это критично да может быть я слишком много внимания уделил свое время до просмотру роликов про катушки может быть ничего страшного в этом и нет но с другой стороны там чуть меньше трешки она стоит я смотрел 5000 размер чего вы хотите и вот дедушка рассказал про три косяка именно вот этой вот катушки вот пошла мода для облегчения шпули делать отверстия и вот он посоветовал тут же на новой катушке взять скотч тонкий и эти самые дырки заклеить вот через эти дырки попадает пыль песок вовнутрь катушки и понятное дело до абразив и механизм внутренний приходится в негодность второй косяк у этой катушки поменяла волжанка клипсу но над клипсой очень острая фаска какая-то да там из-за чего бывает обрывы лески поэтому вот дедушка предлагать взять надфилек и эту фаску собственно говоря немножко подработать чтобы от этого косяка избавиться и последний момент катушка заднефрикционная и спереди вот это вот крышечка дам и вот он сказал что ее не затягивает хорошо она со временем раскручивает но она отлетает это крышка в продаже не найти то есть вот три момента рассказал дедушка если кому интересно что появились отдельно шпули продажи и вот москвичам до который там имеет возможность доехать до савелы адрес давать не буду кому интересно зайдите в интернет наберите волжан к оптима метро савеловской и собственно говоря выскочит тем паче что я в одном из роликов про свое первое впечатление от волжанки оптима адрес давал и есть второй магазин у них волгоградка 32 кому интересно не знаю что там в наличии есть что нет но вот там продавец как мне дедушка рассказал фанат фидера ловит только фидером не знаю что за человек насколько он общительный и прочее но вот может быть кому-то будет интересно кто-то заедет там человеком пообщается вот с дедушкой я пообщался с превеликим удовольствием узнал для себя много нового но немного но кое-что узнал на и вот ну реально дедушка умный и честный да то есть если вы что-то приедете покупать туда да то он вам честно расскажет о косяках и прочих ну вот как-то так на сегодня все всем пока бери-тумба 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 бери-тумба